Я приветствую вас, друзья! Это канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей и сегодняшняя тема Почему поршень Формулы 1 стоит в тысячу раз дороже обычного? Развод или правда? В этом видео мы посмотрим различные варианты таких поршней, да, посмотрим, какие у него есть достоинства, какое отличие по конструкции и потом в самом конце мы узнаем все-таки мое личное мнение, да, может ли он стоит в тысячу раз дороже или это просто развод для людей, которые далеки от производства. Итак, друзья, Формула 1. Каждый знает, что Формула 1 это называются королевские гонки. И они называются так не потому, что там ездят короли, а потому что они очень дорогие. Болиды дорогущие, комплектация дорогая, в служении рекламы все очень дорого в этом виде спорта. Но вы даже не подозреваете, насколько дорогие там комплектующие. Сейчас мы с вами окунемся в эту всю движуху, и вы поймете, как это на самом деле дорого. А обоснована ли эта цена, мы уже обсудим немножко позже. Итак, поехали. Двигатель болида Формула 1. Вот так он выглядит. Какая мощь! Мощнейшая, да, кажется, такая вот конструкция. Он устанавливается сзади, да, пилот вот сидит, видите, спереди. Сзади устанавливается двигатель. Если бы он знал, что сзади происходит у него, какие там происходят движения и какие риски есть. Если инженеры немножечко даже ошиблись, он бы никогда в жизни не сел бы в этот автомобиль. Но, в принципе, за такие бабки, может быть, и сел бы. Стоимость двигателя Формула 1 более 7 миллионов долларов. Правда, они варьируются от 7 до 9 миллионов долларов. Представляете, какой дорогущий двигатель. И дальше мы посмотрим немножко фактов про данную гонку. Немного интересных фактов про Формулу 1. С 2014 года в болидах Формулы 1 установлены 6-цилиндровые турбомоторы рабочим объемом 1,6 литра. Да, как на твоей легковушке. С ограничением оборотов до 15 тысяч в минуту. Разгон до 100 километров занимает 1,9 секунды. И это достаточно неплохо. Расход топлива составляет более 70 литров на 100 километров. Представляете, объем 1,6 и 70 литров на сотку. Вот это моща. Ресурс двигателя до 3000 километров за сезон. Одной команде две машины запрещены. Используют более пяти моторов. Представляете, 7 миллионов долларов и только 3000 пробег. То есть движок уже изначально работает на износ. Почему это происходит, поймете дальше. Запрещено применение автоматических коробок передач. Ресурс одной коробки передач 3-4 тысячи километров. Ну, в принципе, как и двигателя. Итак, как выглядит поршень двигателя Формулы 1? Вот так выглядит обычный поршень. Вот так выглядит поршень Формула 1. И вот представьте, этот вот поршень стоит, ну, в среднем, да, 70 долларов по рынку. А этот стоит 70 тысяч долларов. Посмотрите, визуализация, да, визуально, какой из этих поршней, да, лучше, хуже, тут понять очень сложно, да. Сейчас я вам объясню, на каком основании вот этот вот поршень стал дороже в тысячу раз. А верить ли в это или нет, вы мне обязательно скажете потом в конце видео в своих комментариях. Итак, давайте посмотрим обычное устройство поршня. Днище поршня с кинемическим покрытием. Канавка верхнего компрессорного кольца с упрочняющей термовставкой. Канавка нижнего компрессорного кольца. Канавка маслосъемного кольца, то есть они допускают попадание масла в зону газа, ранее топлива, да. Отверстие для отвода масла. Бабышка поршневого пальца. Юбка поршня. Вот такая это конструкция стандартного поршня. Ну, так вам для информации. Почему поршень Формула-1 такой дорогой? Давайте разбираться вместе. Высокое качество материалов для изготовления. Предположим, что там очень-очень дорогие материалы, но говорят используют алюминий. Ну, какой может быть алюминий? Ну, не золотой же он, правильно, с одной стороны. Ну, может быть он намного дороже, но не в тысячу раз точно. Точность изготовления допуске на размеры до 0,01 мм. Сказать, что это супер допуски для обычного бывателя, или когда начинают сравнивать с толщиной волоса и так далее, то кажется, что это супер точно. Но я бы не стал относить вот этот вот именно параметр, да, что он влияет на удорожание прямо в тысячу раз этого поршня. Оригинальная форма. Не диаметр, а небольшой эллипс после нагрева становится круглым. Действительно, такие поршни изготавливаются в виде такого эллипса. Там эллипс, ну, буквально несколько соток, да. Это делается для того, что, видите, он имеет такую конструкцию, и в разных частях поршня разное количество металла. При нагреве он превращается в идеальный цилиндр. Это, конечно, уже нужно рассчитывать. Это многочисленные опыты надо проводить. И, ну, как бы это заслуга инженеров, конструкторов, технологов, которые совместно смогли рассчитать, где сколько нужно сделать прослабления, или, наоборот, нарастить металл несколько соток, да, чтобы потом при расширении тепловом все стало на место. И, кстати, вы знаете, что в Формула-1 двигатель не заводится на холодную, да, его прогревают охлаждающей жидкостью, нагретой до 30 градусов, тогда он расширяется, и поршня начинает двигаться. Настолько маленькие там зазоры. Выдерживает нагрузку до 200 джин. Ну, я не знаю, сколько выдерживает нагрузку стандартный, да, поршень, который в обычном автомобиле, поэтому сложно сказать, насколько этот поршень действительно заслуживает уважения. Удален весь лишний материал с поршня стенки до 5-6 мм. При этом все характеристики обеспечиваются. Да, нагрузки на него гигантские, при том, что конструкция сделана так, да, что 5-6 мм стенки, он удерживает такие нагрузки. Ну, да, тут, конечно, поработали инженеры отлично. Удален весь лишний материал с поршня. Ну, это тоже, я не думаю, что это в тысячу раз его должно удорожать. Это просто хорошая работа инженерного состава. Заготовка получается методом ковки. Стандартный автомобильный поршень изготавливает методом литья с последующей механической обработкой. Тут вообще непонятно, почему это так преподносится, да, что ковкой прям вот это такой дорогой способ. Мне кажется, что ковка – это не такой же дорогой способ, если это достаточно массовое производство. А так как проводится очень много таких гонок формулы-1 и много болидов, то эти поршни, я думаю, выпускаются серийно. И говорить об этом, что то, что это изготавливается с помощью ковки, это удорожает его каким-то способом, я думаю, что нет. Более 100 измерений точности изделия при несоответствии хотя бы одного детали идет на переплавку. 100 измерений, да, происпользуется измерительная машина, но это только время. В видео, в котором я наткнулся на эту тему про поршень, да, там говорили, что более 100 измерений, да, больше, более 10 часов механической обработки. Друзья, я видел на предприятии, как изготавливаются детали по 8-9 часов на станках, и они стоят сущие копейки, и люди зарабатывают копейки. Поэтому говорить про такой поршень, да, что он обрабатывается 10 часов, и 100 проводится, 100 измерений, и поэтому он стоит в тысячу раз дороже обычного поршня, ну, я думаю, что это как минимум неправильно. Итак, друзья, мое мнение, это фейк, и накрученные бабки только за счет того, что Формула-1 достаточно дорогая гонка, туда вкладываются миллионы и миллиарды, сотни миллионов или миллиарды даже долларов, да, то, конечно, глупо продавать туда поршень за 70 долларов, то как минимум надо за 70 тысяч, потому что откуда эти богатеи могут знать, сколько реальная цена такого изделия. Ну, и, конечно, ставлю большой респект и лайк людям, которые научились продавать такой поршень за такие бабки. А ты свое мнение пиши, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что будет интересно всем почитать мнение друг друга и обсудить. На этом все, друзья. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.